Ой, Ольга, не крещающийся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, Родители, Бог, в святительство ваше Тебе, Возлюблено, Готя, Сына, именуя, и Дома... Дорогие, поздравляю вас с этим замечательным двунадесятым праздником. К сожалению, мы часто в этот праздник в первую очередь думаем о том, как получить воду или искупаться. Но вот Господь в этом году смиряет нас, не дает нам возможности покупаться. Поэтому, наверное, надо как-то нам более серьезно задуматься и осмысливать этот праздник. Значение того, что произошло тогда на Иордане. Да, ближний друг Христов, как его затем будут называть, И первый среди рожденных женами святой пророк Иоанн вышел на Иордан с проповедью. Вышел из пустыни, как вы знаете, где он прожил практически всю свою жизнь. Хотя, в общем-то, она была не очень долгая. Он был на полгода старше спасителя. То есть ему было также около 30 лет. Он вышел на проповедь. И что он проповедовал? Он говорил, да, приблизилось Царство Небесное. Но перед этим он говорил, покайтесь. Основа его проповеди была призывом покаяния. И народ израильский пошел на Иордан и столкается. Да, наверное, по-разному туда приходили. У кого-то были вопросы, как это всегда бывает, а почему и от чего, кто ему поручил, кто ему дал эту власть. И мы знаем, что сам Иоанн, сам Спаситель говорил при Иоанна Крестителе о том, что он глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте пути Господни. И вот приходит Сын Божий, которого тогда еще никто не знает. И даже сам Иоанн требует удостоверения в том, что это именно он, Сын Божий пришел, а не просто Иисус из Назарета. И он останавливает его, говорит, что он должен, то есть Иоанн должен от него креститься. А Сын Божий говорит, оставь, исполним всякую правду, исполним то, что нужно сделать. И входят воды Иордана. Хотя, естественно, для него чистого, безгрешного, даже то Иоанново крещение, символическое в значительной степени омовение, оно было не нужно. Но он смиряется и делает то, что нужно сделать роду человеческому. И вот когда он исходит из воды Иордана, глаз раздается Бога Отца. «Все и Сын мой возлюбленный, а нем же благоволих. И Дух в виде голубя спускается на Иисуса, на Сына Божьего». Мы этот праздник называем Богоявлением. Это действительно Богоявление. Потому что не только Иисус из Назарета в этот момент и после этого Он, как мы знаем, вышел на проповедь. Он как бы явил себя иудейскому народу, еврейскому народу, которому Он был послан проповедовать. Но Бог в Троице явился на Иордане. Глаз Бога Отца Дух Святые в виде голубя и Сын Божий погружаемый в воду Иордан. И человечеству была явлена Троица. Естественно, тогда свидетели того, что произошло, не могли осознать всей полноты случившегося, происшедшего. Наверное, только некоторые из учеников Иоанна Крестителя, ну, Иоанн Креститель осознал, что это такое, потому что он потом говорил, что мне было сказано, на кого сойдет Дух Святой. Именно тот является Мессией. Тот является Сыном Божиим. И он это свидетельство осознал и потом передавал его своим ученикам. И, может быть, некоторые из его учеников также это восприняли. Именно поэтому некоторые из учеников Иоанна Крестителя отошли от него после крещения Иисуса и пошли за Христом, как это сделал, в частности, Иоанн Богослов. Мы стремимся познать Бога. Мы стремимся приблизиться к Богу. Но ведь в этом событии нам четко указан тот путь, по которому мы должны идти к этому. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Если это будет, то Господь и нам явится и нас осветит. И мы будем с Ним едины, как Он един в трех лицах Троицы. И достигнем Царствия Небесного. И вот ныне, празднуя этот праздник Бога явления, получая святую воду, освящаясь ей, причащаясь к ней, постараемся вложить в наши сердца именно это, что только через покаяние мы можем познать Бога. И будем трудиться на этом поприще. И будем просить Господа, чтобы вот этот призыв Иоанна Крестителя был бы для нас не тщетным, как он оказался тщетным для очень многих его современников. И чтобы та благодать, которая тогда осияла мир, в том числе и тварный, была освящена вода, чтобы эта благодать освящала бы и нас в нашей жизни. Аминь. Аминь.